Теперь Петербург, там завершается морской парад, набережные Невы, мы видим полны людей, все смотрят. Тоже прекрасная погода, Дмитрий Витов все видит воочию, присоединяется к нам в прямом эфире. Дмитрий, как у вас сейчас, что происходит? Дмитрий, еще раз с днем победы, но действительно военно-морская часть парада только что закончилась и произошло такое каверзное событие, нас накрыло волной, мы стоим буквально по щиколотку в воде, наверное, потому что немного слишком низко спустились к воде. А дело в том, что прошел мимо адмиральский катер «Буревестник», на котором находился командующий северо-западным военным округом, он сейчас в данный момент причаливает возле Дворцовой набережной у Эрмитажа, спускается, сходит на землю и будет принимать сухопутную часть парада. А у нас здесь на Неве, несмотря на хорошую погоду, мы стоим по щиколотку в воде. 15 кораблей в акватории Невы выстроились еще три дня назад, они встали на бочки, как говорят моряки, то есть на якоря, это торжественный строй. На всех кораблях были подняты в 8 утра флаги расцветки под ГИН России. Вот видите, даже летают специальные аппараты воздушные, для того, чтобы вы могли видеть хорошую, красивую картинку. Все набережные переполнены людьми, а все дело в том, что последний раз корабли военно-морского флота участвовали в параде победы в Петербурге 9 мая 1995 года, то есть 20 лет назад. Конечно же, петербуржцы хотят увидеть это торжественное событие и полюбоваться замечательными кораблями. Здесь выстроились лучшие экипажи Балтийского флота, победители боевой подготовки. Десантные корабли, противолодочные корабли, противодиверсионные, самые современные. Корабли на воздушных, так называемых, кавернах, то есть на воздушных подушках, способные высаживать десант на самых необорудованных берегах. Кроме того, здесь есть корвет, дизель-электрическая подводная лодка. И всю эту красоту можно сегодня наблюдать в течение всего дня. Ну а в эти минуты уже готовятся к началу сухопутного парада на Дворцовой площади. Там тоже будет интересно. Дмитрий? Да, будет много интересного. Мы туда, конечно, еще тоже перенесемся. Вернемся в северную столицу. Дмитрий Витов следил за морским парадом в городе Наневе. Он уже к этой минуте завершился. Возвращаемся в Москву. Кремль, самое сердце столицы. Туда съезжаются гости, главы иностранных делегаций, которые прибыли на торжественное мероприятие в честь юбилея Победы. Прямой эфир. Эти кадры мы все время держим на ваших экранах. Надеемся, никого не пропустим. Всех увидим, кто сегодня приезжает в Кремль. Ну и сейчас мы уже говорили о том, как в подмосковной Кубинке готовятся пилоты к воздушной части московского парада. А вот в небе над Новосибирском в честь юбилея Победы сегодня был поднят самолет времен Великой Отечественной. Легендарный истребитель МиГ-3 сопровождал бессмертный полк. Реставраторам удалось восстановить боевую машину, которая была сбита в 1941-м, пролежала в болоте не одно десятилетие. Сейчас в мире всего три таких истребителя. Елена Макарова была среди тех, кто увидел этот уникальный полет. Его День Победы настал спустя 70 лет. Впервые высотный истребитель-перехватчик МиГ-3 времен Великой Отечественной войны участвует в параде. Чтобы зрители могли хорошо рассмотреть самолет, пилоту разрешено не демонстрировать всех его скоростных возможностей. Поэтому пилот ведет с небольшой скоростью машину на небольшой высоте всего 300 метров. И вот некоторые даже умудрились сфотографировать полет на камеры мобильных телефонов. Здравствуйте. Здравствуйте. Как и удалось разглядеть? Да, удалось разглядеть. Просто мы все ждали легендарный самолет, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Поэтому мы очень рады и счастливы, чтобы это событие произошло. Дорогие ветераны и гости, поздравляю вашим десятилетиям Победы. В параде самолет отвели особое место. Он сопровождает бессмертный полк. В этом году в Новосибирске участие в традиционном и торжественном шествии принимают 10 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем в прошлом. И вот самолет, сделав круг над главной городской площадью, отправился дальше, над Красным проспектом он пролетит, который ведет к набережной Аби, и уже оттуда отправится на аэродром. С мягкой посадкой. Как прошел полет? Удачно. Чувство гордости за то, что получилось поднять птицу в небо железную? Ну, не чувство гордости, наверное, чувство благодарности нашим дорогим, уважаемым ветеранам за их бессмертный подвиг, благодаря которому мы сегодня живем, работаем. По количеству звезд видно, на этом истребителе летчик успел уничтожить шесть немецких самолетов. Это был старший лейтенант Иван Крапивко. В 1941-м, во время выполнения очередного боевого задания, его МИГ-3 был сбит, но летчик сумел покинуть самолет. Покинул самолет на высоте порядка 200 метров. У него раскрылся купол, но не совсем он получил повреждения. И бессные жители, бабушки в настоящее время вспоминали, когда они были совсем еще девчонками, и этого летчика на плащ-палатке тащили до самого санитарного поезда, где его подобрали, и он пролежал часть времени в госпитале, не очень долго, потом опять встал в строй. Погиб он уже под Сталинградом. И снова на стоянку до следующего полета. Сегодня в национальной коллекции «Крылатая память победы» 11 таких раритетных самолетов. Руководители проекта хотят воссоединить все восстановленные боевые машины в единую эскадрилью. Елена Макарова была свидетельницей того, как летает восстановленный и отреставрированный самолет. Снова кадры с Красной площади. Там уже все максимально готово к началу парада. А в другой части экрана кадры из Санкт-Петербурга. Алексей Крепанов сейчас у нас в прямом эфире. Морской парад мы уже видели в Северной столице. Сейчас на наших глазах заводится техника, которая будет участвовать в параде на Дворцовой площади. Алексей Крепанов присоединяется ко мне в прямом эфире. Алексей, с праздником! Ждем от вас всех подробностей, что вы уже видите и что будет. Да, Дмитрий, здравствуйте. Спасибо большое за слово. Буквально вот в эти минуты мы уже должны покинуть Певчевский мост, конечно, потому что техника готова к началу. Машины буквально несколько секунд назад заведены. По площади сейчас уже пойдут боевые расчеты воинских частей Западного военного округа. Мы буквально можем последние секунды услышать ощущения тех, кто выйдет на парад. Ребят, здравствуйте. Как у вас настроение? Здравствуйте. Хорошие. Какие ощущения от парада, от грядущего? Тожественное настроение. А каково знамя нести? Это довольно почетно для меня. Знамя ВВС, я никогда такого не чувствовал. Волнение есть сегодня? Нет, на тренировках так еще было, а сейчас привыкли. Ну, дай Бог, спасибо вам, ребята, удачи. Сейчас все уже на трибунах зрители собрались. Вот я попрошу показать трибуны. Порядка двух тысяч человек могут вместить трибуны. Еще много-много петербуржцев и гостей города смотрят этот парад вокруг Дворцовой площади. Готов оркестр, он уже играет праздничные торжественные марши. Примерно 100 единиц техники пройдет сегодня по Дворцовой площади. Будет и легендарный танк Т-34, и новые образцы техники, танк Т-72, пойдут ретроавтомобили. Много-много будет интересного. Например, курсанты из стран СНГ пройдут впервые по Дворцовой площади. А также представители различных военных подразделений из 14 стран иностранных государств. Это и Армении, и Белоруссии. Много-много, даже Никарагуа заявлено в участии в параде. Вот, пожалуй, это все, Дмитрий. Строятся за моей спиной уже расчеты. Нам нужно выходить. Буквально несколько минут остается до парада. Давайте посмотрим, как это будет дальше. Продолжение следует...